Не думал, что придётся пустить в ход все силы. Этот мальчишка по-настоящему силён, но ему крышка! МОП ПСИХО 100 Приветствую всех и вся YouTube. В данном видео речь пойдёт о Ямочке, духе, показанном в аниме и манге МОП ПСИХО 100. Вы узнаете о его силах, способностях, характере и многом другом. Перед началом, по традиции, жмём лайк и подписку на канал, если ещё не подписаны. Для тех, кто ставит лайк, комментарий обязателен. 2000 лайков и новое видео по этой вселенной на канале. Ну и начнём. Ямочки является самопровозглашённым духом высшего класса, который стал помогать Шигео после поражения от него во время их первой встречи. Отличительными чертами Ямочки являются его красные румяна на щеках. В общем-то, поэтому его так и зовут. Эти румяна появляются на лице любого человека, в которого может селиться наш сегодняшний герой. На протяжении большего времени повествования, облик Ямочки — это небольшое летающее зелёное облако дыма, или, как назвал его Теру Ханадзава, впервые увидев его, мерзкая плавающая энергетическая лампочка. В данной форме Ямочки для объяснения определённых ситуаций может создавать руки и ноги, но в основном он летает с причудливым выражением лица, который даже в простейшей форме выглядит слишком детализированным, с выступающим носом, губами, зубами, достаточными для изображения всей палитры его эмоций. По словам самого Ямочки, он желает стать богом, а именно сильнейшим существом на Земле. В частности, он грезит идеей порабощения всего человечества. Несмотря на то, что у него такие наполеоновские планы, после потери своих основных способностей теоретический завоеватель планеты не брезгует прогибаться под моба в надежде использовать мальчика в своих интересах в дальнейшем. Сначала он хотел украсть тело Шигео и использовать его для воплощения своей мечты. Но после нескольких попыток и увидев воочию силу моба, он понял, что такое могущество ему не потянуть, и вместо этого стал наставлять на путь бога самого Шигео. Что всё равно не отменяет факт манипулирования сильнейшим экстрасенсом в истории. Интересно и то, что Ямочки не считает себя мёртвым, а наоборот, чувствует себя живее всех живых, в особенности без своих первоначальных сил, беспокоясь за своё существование во время напряжённых битв, каждый из которых может стать для него последней. До поражения от моба Ямочки был могущественным злым духом высшего класса. Он сам заявлял, что прошёл адские битвы для достижения своего уровня сил. Он мог восстанавливаться от повреждений, трансформировать различные части своего тела и даже стрелять лазерными лучами изо рта. Однако он по-прежнему едва ли мог сравниться с такими могущественными эсперами, как моб, кейджи-могами и таруки-ханадзава. Хотя последний появился, когда он был уже значительно ослаблен и не мог потягаться силами в равном бою. Будучи побеждённым мобом, Ямочки потерял большую часть своей силы и тела, но он всё ещё сохранил какую-то её часть, а также базовые экстрасенсорные способности. Основная способность Ямочки в своей ослабленной форме – это возможность вселяться в людей и контролировать их изнутри. Однако он не может вселяться в сильных экстрасенсов, так как у них есть противодуховный барьер, отторгающий всевозможные взломы мозга, а вследствие и контроль их тела, даже если они находятся без сознания или покинули своё тело в виде астральной проекции. У одержимого духом человека сразу краснеют щёки и появляется голос Ямочки. Вселившийся Ямочки может использовать тело хозяина, как ему заблагорассудится. А ещё Зелёный является опытным мастером боевых искусств. Так что, вселившись в человека, даже не самого спортивного телосложения, он демонстрирует феноменальные пируэты и элементы ближнего боя. Хотя, если тело получит достаточно сильный урон, как физический, так и ментальный, Ямочки может быть выбит из тела хозяина. В своей первоначальной форме Ямочки показал способность гипнозу и манипулированию большими массами людей, используя их разум в своих целях. Также Ямочки мог легко манипулировать формой своего тела, что включает в себя восстановление от урона и превращение отдельных частей тела в оружие, такое как когти или острые, как бритва лезвия. Дополним тем, что он мог стрелять изо рта мощными лазерными лучами. Это была почти самая разрушительная атака Ямочки, но она оказалась бесполезной против моба при 100% ярости. Подобную технику Ямочки использовал против Кейджи Могами. Отличие было лишь в том, что вместо сфокусированного луча там были энергетические шары, которые при соприкосновении с противником взрывались. Однако против такого сильного эспера, как Кейджи Могами, данная атака оказалась малоэффективной. А еще Ямочки мог развернуть густое облако черного дыма, которое выпускал из своего тела. Данная техника в основном использовалась для скрытия своего местоположения, что дает эффект внезапности во время атаки и весомый плюс, если пахнет жареным и нужно быстро смыться. Ямочки много раз мог завладеть телом Ритсу, младшего брата Шигео, но каждый раз внутри него была дилемма и противоречия по этому поводу. Как говорится, опустившись с небес на землю, Ямочки увидел мир по-другому. Во многих моментах его даже можно назвать добрым. В дополнении ему очень много лет, по крайней мере он сам это говорит. Поэтому он очень эрудирован в вопросах истории духов и экстрасенсов. Осознавая свою роль в приключениях, он часто выполняет элемент отвлекающего маневра, вселяясь в обычных людей и делая себя приманкой для более сильных эсперов или духов. Не сказать, что ему нравится, но в данном случае он вносит весомый вклад в историю, разбавляя ее своим эксцентричным появлением и комедийными поступками. Хотя почти всегда его жизнь находится на волоске. Про конец манги я говорить ничего не буду, тот, кто знает, поймет, что я пытаюсь скрыть от вас. А тем, кто не в курсе, советую дойти до этого момента. На сегодня у меня все, понравилось видео и вы узнали что-то новое, смело ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также можете ознакомиться с видео об Аратаке Рейгене, тоже довольно колоритном персонаже. Каждое ваше действие мотивирует меня делать новые видео. Спасибо каждому, кто досмотрел до конца. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok